Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную приманку, которая практически работает круглый год, но особенно актуальна она зимой. Я хочу вам продемонстрировать сам момент, как она изготавливается, ее, допустим, форма, а расцветку и все остальное вы уже подберете под свои условия. Она может выглядеть вот так, как вы видите, или же несколько в меньшем варианте, вот так. Но принцип построения ее одинаков как в первом, так и во втором варианте. Изготавливать можно на разных крючках, но более целесообразно изготавливать на крючке, который имеет форму, уже подготовленную с хорошим изгибом. Я буду изготавливать несколько в меньшем, сейчас в варианте для вас, то есть, чтобы вы уже видели, что можно ее изготавливать и значительно в меньших габаритах, для конкретной рыбалки. Для изготовления нам понадобится самое минимальное количество материалов. В процессе изготовления я вам буду рассказывать, чем и как можно это все изменить и заменить. Нанесем буквально капельку клея на цевьё. И самое основное, это то, что у нас мы нарушим немножко правила и возьмем свинец, который немножко толще самого диаметра нашей проволоки крючка. Край свинца я расплющил. Можете прокатать, можно использовать вот такие вот с плоскими губками, вот коносики. Для чего? Потому что мы сейчас, когда начнем формировать наше тело, мы должны создать небольшую конусность. Поэтому, немножко отступив, считайте на уровне жала, мы начинаем производить обмотку. Следим за тем, чтобы наши виточки ложились ровненько. От этого будет зависеть красота нашей мушки. Можно подождать, пока клей подхватит свинец, и потом, допустим, использовать вот принцип вращения. Не доходим приблизительно вот 3-5 миллиметров. Опять берем наши утконосики. И оставшийся кусочек свинца хорошо сплющиваем. Так, чтобы вышло приблизительно вот так. Ножницами или же, допустим, бокорезами отрезаем по край сплющенного нашего свинца. И аккуратно теперь мы заделаем края нашего свинца. Как вы видите, за счет того, что мы с вами предварительно расплющили свинец, у нас вышла хорошая симпатичная конусность. Но это еще не все. Нам необходимо опять взять наш инструмент, такой как плоскогубцы. И буквально по всей длине, не сильно усердствуя, придавливаем вот так сверху. Делаем наше тело, чтобы было сверху плоское. Приблизительно должно выглядеть вот так. Для чего это нужно, объясню вам сразу. Если в стоячей воде личинка, допустим, которую мы имитируем жучка, ведет себя более стабильно, то на течении она начинает переворачиваться в такое положение. И получается, как кленовый лист у нас играет на течении, придавая дополнительно привлекательность нашей приманке. Теперь нанесем совсем немножечко клея сверху, чтобы он пропитался. Свинец не подравниваем, в этом нет необходимости. Мы его сейчас весь закроем. У загиба я креплю нить. Нить тоже не принципиально, какая у вас будет для изготовления. 4, 0, 6, 0, 10, 0. Теперь нам необходимо с вами закрепить хвостик. Хвостик можно использовать как из пера куропатки, так и можно использовать, как в моем варианте мы сейчас будем изготавливать. Это из отходов перышек, которые, допустим, мы используем при вязании. Вот у меня имеется вот такой кусочек, остаток пера рыжего цвета. Я не отрываю, а отрежу, подровнял вот так, как вы видите наши все бородки пера, и отрезаю. Посмотрим, длина хвостика приблизительно должна равняться длине тела, или совсем-совсем немножко может быть короче. Подровняем край. И стараемся так, чтобы у нас не нарушать наше тело, закрепим сразу у основания свинца. Доводим приблизительно до начала загиба. Вот так нам будет вполне достаточно. Если вы хотите, можете, пожалуйста, изготовить несколько в другой форме, но принцип оставить тот же. Если вы заведете за загиб, до середины загиба, наша личинка больше, конечно, будет напоминать нам бакоплава. Теперь будем крепить те элементы, из которых мы будем изготавливать тело. В той последовательности, в которой они у нас будут идти в завершении. Я опять же, как всегда, использую тот материал, который у нас есть под руками. Берем из упаковки кусочек фольги. Отрезали полосочку. Край слегка подрезали на косую, чтобы легче было крепить. И нам необходимо с вами закрепить нашу фольгу так, чтобы она у нас ровно, потом лежала сверху, строго-строго поверху нашего крючка. Поэтому подравнивайте вот так аккуратненько нашу пленочку, и мы ее должны закрепить аж до самого хвостика, где мы с вами его изготовили. Перепроверились, да? Красиво, хорошо все уложится. Оставляем ее пока на месте. Теперь для сегментирования мне понадобится обыкновенная вот такая черная нить, вплоть до того, что можете использовать вязальную нить. Это ровница, которая напоминает чем-то, ровницу искусственного шелка Unifloss. Подтянули, подровняли наши кончики, подхватили, и аккуратно, стараясь теперь не нарушать целостность конструкции, подводим сюда. Для продавливания нашего тела, чтобы оно выглядело у нас более красивым, крепим теперь кусочек лески. Леска, как я уже говорил, должна отвечать тем габаритам нашей мушки, которую мы изготавливаем. В данный момент это где-то порядка 0,8-0,1. Поэтому вы, исходя из размеров своей мушки, уже для себя подберете, какой леской вам сегментировать. И я беру обыкновенный вот такой, достаточно крепкий, чем-то напоминает Unifloss, люрекс, который был дождиком в прошлом году на елке. Крепим его здесь, и аккуратно также подводим к месту крепления нашей фольги. Следим за тем, чтобы мы ее никуда не подвернули. В качестве тела можно использовать все, что угодно. Даббинг, подберете себе кролик, белка, такой, чтобы был мелкий. Я вам покажу просто обыкновенный простой вариант, как изготовить из вот такой нитки, которая идет для вязания. Это нить шерстяная для вязания с использованием ангоры. То есть шерсть здесь, шерстяная нить. Я ее закрепил поверху и проматываю по всей длине. Следим за тем, чтобы мы не нарушили у основания крепления нашего материала. Наш материал закрепили. И теперь я аккуратно увожу нить, колечко, делаю завершающий узел, и хотите, можете подготавливать тело, хотите, нет. То есть можно уже сразу производить обмотку нашей пряжей и формировать тело. Я удаляю нить для удобства работы, так как у меня нить находится вот в таком клубке, и мне будет неудобно. Для намотки нам необходимо постоянно подкручивать вот так слегка. Сейчас давайте, наверное, лучше я отрежу. Подкручивать слегка нашу пряжу. Для того, чтобы в начале у нас вышло несколько потоньше тело, как вы видите, с определенным сегментированием. А дойдя до верха нашей нимфочки, мы должны создать небольшое расширение. Немножко вот так отпускаем нить, и за счет ее естественной толщины, не подкрученной, мы здесь формируем небольшой такой горбик. И теперь опять в завершении подкрутим нашу нить. И здесь также промотаем до конца нашей нитью. Не доходим до колечка буквально 3-4 миллиметра. Необходимо оставлять достаточное количество места для того, чтобы не было нагромождения материалов. Закрепили и остаточки удаляем. Вот в таком положении, как мы изготовили с вами, этого будет вполне достаточно для того, чтобы у нас уже было сформировано тело. Если вы хотите, можно спокойно взять расчесать даббинг, но я обычно потом уже, когда мушка у меня готова, я потом брюшко беру и расчесываю, потому что нет в этом необходимости сейчас всю мушку расчесывать. Это я объясняю, так как меня просили уже более подробно рассказать, почему я даббинг не причесываю. Поэтому, если мы расчесываем сейчас даббинг и начнем проводить обмотку, мы весь даббинг, который вычесали, мы его применем нашим материалом, которым будем изготавливать. А если это мы сделаем потом аккуратно, то наш даббинг сохранит свою крепость и свои свойства. Теперь, нам необходимо с вами взять теперь нашу черную нить и также ее скрутить жгутиком, чтобы у нас была хорошая веревочка. И должны мы с вами выбрать определенный шаг, с которым мы должны двигаться по нашему телу. это мы создадим сегментацию для нашего насекомого, которого мы с вами имитируем. Очень хорошо себя зарекомендовал цвет желтый, то есть чередование желтого, как у осы, у пчелы, довольно-таки результативно в поклевках. Но учитывая то, что мы сейчас изготавливаем из белой, совсем неокрашенной во что-либо шерсть, то вы спокойно можете сами для себя изготовить, потом подкрасить, как вам будет удобно. Берем, удаляем теперь нашу нить. На место крепления добавим буквально капельку клея и хорошо промотаем наш материал. Закрепили. Пару-тройку оборотов будет достаточно. Стараемся не сильно нагромождать здесь материалы у нас. Теперь нам остается только лишь с вами взять наш блестящий люрекс, который мы отрезали с пленки и аккуратно красиво уложить сверху. Так, чтобы он как всегда у нас не уходил ни влево, ни вправо. пленка наша хорошо тянется, поэтому мы с вами ее только лишь вот так подхватим и в процессе уже теперь можем подровнять как нам нужно. Я обычно вместо крепления пленки, чтобы не было проблем с ее крепостью, потом еще вот так дополнительно проматываем. Удаляем теперь остатки. Теперь самый интересный такой момент, который нам необходимо с вами усвоить. сделаем завершающий узел. Нам необходимо пройти по повторить нашим блестящим люрексом, который дождик, повторить контур, который мы прошли нашей черной ниткой. Поэтому не сильно торопясь берем и начинаем проходить. так, чтобы у нас не утянуло фольгу и в то же время мы попали ну хотя бы приблизительно на место, где проходила наша черная нитка. Не совсем принципиально, но скажу желательно. и доходим теперь до места крепления всех наших материалов до колечка и аккуратненько теперь подхватим весь материал. как вы видите почему мы оставляли место у колечка как можно больше, потому что достаточно большое количество раз нам приходится здесь выполнить для крепления материала. Немножко буквально нанесем капельку клея и сделаем узелочек. По возможности не ленитесь выполнять вот такие узлы, так как сами себя лишний раз перестрахуете от того, что материал будет куда-то убегать. У нас должна выйти вот такая симпатичная конструкция, которая дополнительно еще привлекает нашего хищника. Как видите, места для того, чтобы потом вычесать даббинг у нас больше, чем достаточно. Берем теперь нашу леску и уже окончательно проходя по нашему люрексу рядом крепим наше тело, так как рыба попадается разная и это дополнительно укрепит наш с вами материал. На конусности, которую образуют у нас вот здесь место крепления головки, доходим вот до верхней точки лески, не выполняем с вами дополнительно оборот, так как у нас леска дополнительно еще даст толщину. Подхватываем ее вот так перехватами, добавим капельку клея, и теперь можно спокойно уже отрезать нашу леску. немножко необходимо подождать для того, чтобы клей наш схватился. Переворачиваем крючок в такое положение и, как я уже показывал, на моем пере, перышке остались еще вот так, количество обороток. Я также беру эти бородки, выравниваю, чтобы они у меня были ровными, и отрезаю. Аккуратно, чтобы не нарушить длину бородок, подравниваем их и примеряем в качестве лапок, усиков, это как кто уже, допустим, для себя будет определять изготовление насекомого. Цвет можете для себя выбирать, какой вы захотите, это уже не принципиально. И притяжной петлей буквально подхватываем, подправим немножечко ноготочком, чтобы рассредоточить наше перо по нашей мушке. И окончательно подхватим парой-тройкой оборотов. Посмотрим, что у нас вышло. вышла у нас вот такая конструкция, которая в принципе это по длине и по положению меня устраивает. И теперь окончательно прихватим весь материал и сформируем головку. Я нанес капельку лака на головку. Взял вот такой перманентный маркер и слегка зеленоватым оттенком подкрасил спинку и немножко бок, оставив светлым брюшко. Как вы видите, довольно-таки привлекательная приманка, которой уже, наверное, скоро будет лет 200, просто выполненная сейчас с использованием современных материалов. Это уже проверенная будем говорить так, нимфочка, которой наши сибиряки уже не один век ловят рыбу. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! встреч!